Можно заработать большие деньги. Да ладно? Да, смотри, закладываешь на ссылку, проект называется «Вести все в будущее». То есть ты вкладываешь деньги, а тебе сумма проходит в два раза больше. Не верю. Слишком большой процент. Посмотри, у людей ведь работают. Финал этого спектакля по задумке постановщиков зависел от самих зрителей. Героиня решила инвестировать в интернет-проект, и публика, оценився за и против, высказалась максимально откровенно. На вопрос, вкладывать ли деньги, большинство студентов в итоге ответили положительно. У нас проходит фестиваль финансовой грамотности, он двухдневный. Начался он вчера с межрегионального квиза. У нас участвовало шесть городов, шесть разных регионов. Все это было посвящено истории денег, истории финансов. Сегодня у нас в гостях социальный театр для Железнодорожного колледжа. Уровень знаний в области финансов у граждан пока не очень. Такое время, говорят эксперты. Время потребления, которое заставляет нас тратить деньги на все подряд, не задумываясь о завтрашнем дне. Как утверждают специалисты, для того, чтобы ваш финансовый успех был стабилен, нужно не просто изредка делать правильные покупки, а приобрести настоящее финансовое мышление. Финансовую грамотность можно измерить. Есть некие опросы, финансовые зачеты, которые проводятся. И вот по результатам финансового зачета прошлого года Рязанская область оказалась лидером среди регионов Российской Федерации. 76% рязанцев из 19 тысяч, ответивших на вопросы зачета, сдали его успешно. Фестиваль длился два дня. Участникам предлагали всевозможные тематические викторины, квесты и лекции для повышения финансовой грамотности, которая у нас в Рязани, как мы видим, и так на самом высоком уровне. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». И как ты его купишь?